Всех приветствую. Это вторая часть вебинара, описывающего вам настройку резервирования ввода-вывода для проекта Funtouch на уровне AccessName и для драйверов ввода-вывода. В данной части будет разобрано именно резервирование ввода-вывода для драйверов. Давайте рассмотрим техноту, в которой описываются нюансы настройки Redundant соединения, технота 308, старое название 756. В ней описывается работа с параметрами и статусом, настройка в Primary и Secondary устройств, создание Redundant Device объекта, который работает с Primary и Secondary плк. Нюансы его настройки и работа с диагностическими параметрами и триггерами в данном Redundant Device объекте. Давайте перейдем к виртуальным машинам, которые в первой части использовались. Для данной работы нам понадобится MatBus Simulator. На первой машине давайте запустим его. Вот они, да, регистры PLK, тип MatBus TCP и порт 502 по умолчанию для MatBus. На второй машине аналогично запустим MatBus контроллер, симуляционный. И давайте на первой машине перейдем в System Engine Console. И здесь уже у нас имеется предустановленный MatBus TCP UI драйвер. И давайте, собственно, первое, что сконфигурируем, это непосредственно два PLK. То есть, ну, добавим порт, название, пускай, будет просто порт, тип, точнее номер 502 по умолчанию. И добавим PLK объект, там первый. И укажем мой IP ADS 192, 168, 99, 100, да. Параметру оставим данные по умолчанию. Определим для него топик. Сделаем там топик 1, да. И определим некий item, там item 0, с reference, ну, пускай он будет ссылаться на первый регистр. Так, 400001. Правила применения reference для MatBus можно, соответственно, в документации посмотреть. Сохраним. Для данного порта, да, создадим второе PLK. PLK2. Адрес у него уже будет другой, 1902, 168, 99, 101. Это, как бы, адрес, да, второй машины, tpc100. Создадим в нем топик, допустим, топик 2. Ну, имя itema может быть такой же. И reference 400001. Сохраним. И активируем, да, драйвер. Давайте посмотрим, что нам выдает драйвер. Смотреть будем, ну, не через, а, там, проект InTouch, да. Просто легковесным матрикон-эксплорером посмотрим. Так, вот он наш драйвер, да, connect. И здесь выберем с первого PLK, соответственно, itema 0. И со второго PLK itema 0. Ну, вот, соответственно, видим, да, quality boot. С первого PLK единичку вытягиваем, с второго нолик. Можно поменять, допустим, здесь стоит поставить единичку. Так, да. Ну, теперь давайте для данного драйвера, да, настроим, собственно, при данном девайсе объекта, да, вот здесь есть возможность, при данном девайсе объекта, опционы выбрать, вот, дадим дань, берем вот этот, как вот, графикс, суффикс, при данном девайсе, здесь, в Primary и Second Resource мы должны выбрать, соответственно, вот, для, как бы, данного, да, в портал, вот, наше, в Primary и Second Resource PLK. Ну, у нас их два, собственно, и выберем первый, второй. И в Pink item мы должны, как бы, указать тег, по которому драйвер будет определять состояние наших PLK. Да, то есть, в принципе, мы можем здесь указать, там, какой-то статический, референс на какой-то статический параметр, да, там, не знаю, там, версия процессора, да, и привязать его. Ну, мы привяжем его к первому регистру, да, потому что, как бы, да, вот, просто, чтобы он, потому что у нас симуляционный контроллер, там, просто у нас идет перечень регистров, да, ну, и, соответственно, создадим какой-то топик, какая у нас топик 3 будет, и создадим какой-то item, который уже будет референсом, который, которому укажем, как бы, референс, да, на используемый для данного Redano Device объекта, то есть, соответственно, от того, работает он через первый контроллер, либо через второй, соответственно, он будет брать по данному референсу данные с первого, либо второго контроллера, да. Ну, окей, сохраним. Ну, и теперь давайте перейдем опять в Matricon Explorer, и посмотрим, какие данные выдает данный Redano Device объект, плюс мы вытащим вот эти вот диагностические параметры, да, и посмотрим, как через них можно с ним работать. Ну, давайте, да, запустим OPC Explorer, Сделаем, да, соединение, и выберем теги. Вот Redano Device объект, да. Ну, собственно, первое, что мы вытащим, это сам item, также вытащим тег ActiveDevice, StandbyDevice, PrimaryDevice статус, SecondaryDevice статус, и ForceFileOver. Окей, да, данные потянулись. Ну, собственно, что мы видим, мы видим ActiveDevice, работаем мы сейчас через первое PLK, StandbyDevice PLK2, forPayLawyer у нас не включен, и по данным двум параметрам SizePrimaryDevice статус и SizeSecondaryDevice статус мы можем судить о доступности первого и второго контроллера, да. Ну, давайте, вот мы работаем через первое PLK, да, поменяем здесь значение какое-то, поставим здесь единичку, соответственно, у второго в данном же регистре нолик. Ну, и давайте переключим файловер, да, через вот ForceFileOver, реализуем переключение. Ну, вот у нас поменялся ActiveDevice, поменялся значение item. Здесь еще раз применим, да, ну, как бы, опять поменяем, да, наш ActiveDevice, опять вернем на единичку, и item опять станет единичка, да, ну, и, собственно, давайте выключим наш PLK, да, вот, и посмотрим на отработку файловера, да, вот я его выключаю, да, вот он выключился, здесь опционное выключение, да, собственно, мы можем посмотреть на статусе, то есть PrimaryDeviceStatus у нас теперь PLS, да, Secondary у нас, как бы, доступен, да, и, соответственно, файловер переключился, переключился на второй PLK, ну, item с второго PLK подтягивается ноль, так, ну, и еще, так, вот, ну, это как бы, как раз показывает, да, резервирование, работу с тегами состояния, и еще хотел отметить, что при отработке файловера у нас происходит логирование, да, в файловер состояние, то есть в логах можно его посмотреть, так, ну, собственно, все, да, вот основные, как бы, моменты, которые хотел отметить по, собственно, да, резервированную вводу-выводу для проекта InTouch на уровне AccessNive и для драйверов ввода-вывода. Всем спасибо за внимание. До свидания.